Здравствуйте, здравствуйте! На КХЛТВ кубок мэра Москвы. Замечательный турнир, который проводится в 12-й раз. Спартак очень терпеливая команда. И зная Олега Валерьевича, наркай и его помощника, Хариса Литвича, естественно, будет работать в плане улучшения. Не то, что качества игры, а улучшения результатов, набранных очков. То, что в большинстве есть над чем поработать, потому что одна спецбригада не всегда рабочая, иностранная. Например, Патрик Керцов хорошо бросает, но этот бросок рано или поздно будут читать. Да, есть Кутейкин, есть Яков Рылов, которые, да, многие говорят, что с обороной не так все, так говорится, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Показываем, смотрите. То, что мы показываем, смотрите. Вы уже посмотрели, как Спартак открыл счет в матче. Это сделал Илья Аркалов. А потом после перерыва динамовцы счет в матче сравняли. Павдалов забивает во втором матче подряд. Игорь, несмотря на то, что пропустил значительную часть предсезонки, выглядит убедительно. Ну, я бы даже подытожил, да, свою мысль, то, что эти матчи – это тот фундамент, от которого можно будет отталкиваться московским особенно болельщикам, Московского кубка мэра Москвы. И хотел Авангард очень участвовать здесь, но не получилось. Ну, это дело в другом, да. В перспективе это возможно. В перспективе, ну, конечно, да. И поэтому это тот фундамент, да, вот эти матчи, которым в регулярном чемпионате, и мы, в том числе, и комментаторы, да, специалисты будем отталкиваться именно от этого. А вот почему этот игрок выглядел так на предсезонке, а в регулярном чемпионате немножко по-другому? Или наоборот? Может, и так, то, что вот хорошо сыграли кубок мэра, команда показала результат, потому что, ну, у Динамо, надо сказать, что состав-то такой, он уже прошлогодний, да, он сложившийся. Я уже сказал, что там две-три чемпионата, это лидер чемпионата будет, команда. Да, и то, что там потом произошло, это другой вопрос. Поэтому здесь уже знают требования Крикунова игроки, знают игроки и возможности друг друга. Мы видим то, что Яшкин присоединился, да, очень хороший бросок с его, и вообще один из лидеров будет там, где его будут использовать в дальнейшем, почему он нет, это другой вопрос. Но, по крайней мере, уже команда, видно, что готова к регулярке, и дальше будет прибавлять. Спартак тоже готов, поверьте, если там переживает, то, что вот два поражения. А до этого было, вот, как раз, до поражения от ЦСКА было пять подряд побед. И победа на Курчехе. И победа на одном из турниров, да, на Лаунфилд Кап. Да, мы видим, что легионеры забивают у Динамо, Етанин, Яшкин. И спартакских болельщиков должно окончать не только то, что команда уступает, то, что уступает с минус три, и то, что команда пропускает в меньшинстве. И напротив, Динамо с болельщиками должно радовать то, что большинство изумительно реализуется, вот так же забивает Миронов. Это последняя шайба в матче. Да, и Кулемин здесь хорошо в этой тачке поработал, был запрос, но он не подтвердился. Если было касание, то после того, как шайба уже пересекла линию ворот, и надо сказать, что, на мой взгляд, вот так вот, если в двух словах, Динамоцы были посвежее. Особенно это сказалось во второй половине первого периода, уже стало вырисовываться, что Динамоцы больше, во-первых, бросают на ворота, но для того, чтобы бросить по воротам, нужно отвоевать, отобрать шайбу и заставить ошибиться сопернице. Поэтому спартакцы, может быть, действительно, да, под небольшой нагрузкой чуть больше находятся и выходят из этого состояния.